Так вот, вот эти сакральные слова-слоги, они у нас присутствуют. Есть языки, в которых отсутствует вообще слово «мама», либо оно настолько утрировано, что там очень сложно узнать, увидеть именно этот сакральный слог. Но оказывается, вот многие, может быть, не отмечали этот момент, но мы можем с логом «ма» взаимодействовать на нашу душу. Вот действительно, слог «ма» — это только по слогам, это мы ещё даже до мантр не добрались. Мы с логом «ма» можем воздействовать на нашу душу. Но это не всё. Каким же слогом мы можем воздействовать на наш дух? С логом «па», отсюда «па», «па». И помните, есть выражение, что мама закладывает такое начало, как душа в человека, а дух закладывает отец. Это правда, это абсолютно чётко. И у меня нет никакого сомнения, что это знание, оно осталось на родине просто так. Просто нам никто не обосновывал в этот момент. Поэтому, представляете, каждый раз, когда мы проговариваем «мама», мы начинаем бывать такие резонансы в нашей душе, которые её подпитывают. А вот слог «па», «па», это слово, понятно, складываемое из слогов «па», «па», это как раз те слога, которые подпитывают именно на энергоплане наш дух. Но мы знаем, что дальше у нас есть ещё восьмое тело. Восьмое тело — это божественное тело, тело, которое отвечает за единение нас и богов, божественного начала. Вот помним мы себя из прошлой жизни, не помним, но у нас у каждого, у каждой души, практически у каждой души было такое количество воплощений, где она могла подчеркнуть много знаний, прожить много исторических вех, помнить себя, когда были великие совершения. Пусть даже это было и не непосредственное участие, но, так скажем, участие на тех условиях, на которых можно было жить в те времена. Так вот, слог «ба» и отсюда «ба», 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 «бабушка» — это как раз наше божественное тело. То есть мы подпитываем восьмое тело совести, а совесть — это весть от богов. То есть когда мы скромны, кротки, вне зависимости от пола, потому что сейчас кроткость, она приписывается больше женщинам. То же самое скромность больше приписывается женщинам. И сейчас эту скромность и кроткость выбивают из нас и рассказывает, что мы должны быть достигаторами, идти по головам, что всё должно быть так, что ты крутой и только при, и ни на кого не обращай внимания. Но это не противостоящие друг от друга, это не противоположно ни антонимы друг другу. То есть можно быть кротким, скромным, божественным человеком, но быть вешен по жизни, не нарушая никакие божественные, духовно-душевные настройки. Так вот, всё, что связано с нашими божественными настройками, это вообще всё, что связано с божественным поведением, не противоречит достижениям цели социальной. Потому что система нам всё время даёт противопоставление, говорит, что вот если вы будете мямлями, ну якобы называя все наши поведенческие скромности и божественности таким вот словом, то это всё не противоречит. Соответственно, резонировать с нашим телом, телом совести, можно как раз через, соответственно, звук Ба. Есть звуки, которые позволяют стимулировать и проявлять энергии в наших тонких оболочках. Я уже сказала, что у нас душа реагирует на слог Ма, дух реагирует на слог Па, потому что у нас в культуре всё это осталось. Это я как бы сухой остаток резюмирую, то, что было сказано до, соответственно, вот этих вот минут. А слог Ба стимулирует наше божественное начало. Вот поэтому, конечно же, наши бабушки замечательные, прекрасные, которые существуют в нашей жизни, они очень много для нас делают, просто потому что они есть у нас. Мы их любим не за что-то, просто потому что они у нас есть. И когда мы обращаемся, бабушка или баба, особенно в детстве, когда ребёнок учится говорить, то он стимулирует себе божественное начало. А теперь посмотрите за границей. Очень развита мода на то, чтобы родителей называть по имени. Ну, понимаете, да? И я думаю, что система не просто так это всё, такую моду проявила, для того, чтобы мы последние силы свои, которые были на стимулирование, на проявление себя, на выковывание, на красивое создание своих тел, бросили на ерунду, вместо того, чтобы, произнося сакральные слова, соответственно, структурировать, проявлять и набирать мощь, для того, чтобы структурировать свои божественные начала. Поэтому, конечно же, наша задача начинает работать вот с этими моментами. Но мы знаем, что не только вот так, как божественное, дух, душа, но мы можем стимулировать и, соответственно, наше физическое тело. Первое, что делает ребёнок, когда он рождается, он орёт. И мы каждый раз, когда видим кричащего ребёнка, спрашиваем, чего ты орёшь? Так вот, дети, которые, особенно новорожденные, они истошно оруны для того, чтобы сформировать своё физическое тело. Потому что слог «ор» он стимулирует развитие, стабилизацию и преображение нашего физического тела. Вот как ни странно. Нам рассказывают всякое разное, что физически можно стимулировать себя только там условно, ну, например, правильным питанием, физическими движениями. Но это не так. Потому что, когда мы работаем, ну, например, вот ещё стимуляция физического тела, именно просто силы физической, это жим. Но жим не такой, как сейчас. Вот веса просто таскаешь и там обретаешь силу. Есть определённые схемы, связанные и с числом Фибоначчи, и с нашей богинью Явью, которая имеет в своей основе число 4, которая помогает, соответственно, нарастить такие силы, которые будут, может быть, при том же объёме тела накапливаться в организме и давать вот эту сухожильную, хорошую, мощную силу. Ну, так или иначе, слов ОР, он не просто так существует, он у нас в культуре сохранился и, соответственно, позволяет стимулировать и преображать наше физическое тело. Воздействие эволюционное оказывается именно через произношение этого слога. Но это только слог. Мы будем саму мантру ещё проговаривать, элементы, как правильно. Если мы будем говорить о звуке, стимулирующем эфирное наше тело, или точнее оболочку, то это звук ОД. Отсюда у нас слово ОДЕЖДА. Когда мы говорим, что мы одеваем что-то, ну, правильно, DC Summit надеваем, если кто-то, то одевает. То есть одежда, она тоже вот эту энергию копит, которая помогает сформировать эфирную оболочку, потому что она самая близкая к нашему физическому телу, как одежда. То есть вот эта энергия, она сохраняется, действительно работает на нас. Но в целом звук, точнее, слог ОДЕ, особенно если он произносится протяжно, он стимулирует наше эфирное начало. То есть у человека будут расти ощущения, будут расти энергопотенциалы, будут расти диапазоны, потому что, если, например, вы чувствовали просто холод или тепло, то теперь вы будете ощущать, если мантрой, или точнее минтрой, которая в составе которой есть слово ОДЕ, произносить монотонно, нараспев, произнося как тавтологию, то есть повторяя течение некоторого времени, на схемы, естественно, я вам дам, у вас будет расти диапазон и расширяться. То есть что вы можете понять, например, прикасаться к какому-то объекту, ага, столько-то градусов. То есть вы будете не просто по ощущениям, а прям понимать, что у вас происходит и какие идут ощущения. У нас также интересно, что можно и эмоциональное наше тело простимулировать и преобразить. Вот для этого у нас существует и существовал слог ОБ. Вот. То есть сейчас астрального двойника в древнееврейском как раз и называли ОБ. Ну, то есть связь, она прослеживается во многих культурах, во многих языках, это всё есть. Единственное, нам осталось всё это вспомнить. Есть ещё кое-что, что питает, да, это статические упражнения. Нам сейчас рассказывают о слоге одном ОМ, но мы до него вот как раз сейчас дойдём. Но почему так важно стимулировать именно наше астральное тело или по-другому тело эмоций для того, чтобы преображаться? А что такое эмоции? Эмоции всегда завязаны на гормонах. Гормоны — это транспортный белок, который, собственно, и доносит в организм клетку питания. То есть если у нас негативные эмоции, у нас весь организм меняется, это коллапс на транспортных артериях, артериях, которые идут к нам в каждую клеточку. Если же у нас позитивные эмоции, то у нас и клетка хорошо питается, и мы преображаемся. Мы, наверное, замечали вот часто, что когда человек радуется, у него подтягивается личико, он сам становится каким-то преображённым. Это не просто так. В природе замечено, что гормональный взрыв, который происходит, например, у головастика, перерождающегося в лягушку, он происходит массово. То есть есть условия для того, чтобы произошёл гормональный взрыв и произошло вот это преображение. Так вот преображение в своём организме мы можем вызвать резонансным звуком оба. То есть все звуки, которые я говорю, они не просто должны произноситься, они должны произноситься с какой-то командой, которой, конечно же, я ещё скажу. Ну, теперь знаменитый наш слог «Ом». Вот о нём вдоль и поперёк все. Но когда читаешь объяснение, что же это за такое слог «Ом», что там такое в этом слоге, объясняют, что слог «Ом» — это слог, который там с Творцом помогает соединяться. Друзья мои, ну, всё немножко проще, потому что система, ну, ей за это хотя бы выказать наше благодарение нужно, что она хотя бы это разрешила, потому что звук «Ом» — «Ом» будоражит ментальное тело. То есть если вы любую мантру посмотрите, где начало, есть звук «Ом», вот обратите внимание, самый разрекламированный, то вы обращаетесь не к какому-то вселенскому началу, не к чему-то там, к какому-то там чему-то, а просто к своему ментальному телу. И что вы потом после этого слога проговариваете? Это та команда, которая ложится на ваше ментальное тело. Слов «Ом» — он интересен тем, что он именно позволяет раскрыть связь с нашим ментальным телом. То есть всё, что мы говорим «Ом» — нараспев, все слоги, которые я говорила, их можно нараспев, даже если они заканчиваются согласными. Слово сказать, в нашей земной традиции не было согласных, были однегласные. Почему? Потому что любую букву можно пропеть. Даже если это буква «Б», то есть дребезжанием, чуть-чуть дребезжанием языка и зубов можно звук «В». А почему? Потому что любые… Почему их вообще убрали и сделали согласные, и сделали согласные, будем так говорить. Почему появились такие согласные? Потому что любые зудящие, скребущие звуки вот эти, они способны разрезать поверхности. То есть мы можем… Вот те плиты, мегалиты, которые огромные, говорят, что невозможно поднять, например, невозможно перенести, это всё делалось звуком, который выходит из наших губок через дребезжание, через зудение. Так вот, вот эти все звуки, которые, вернее, слоги, которые содержат сегодня по современной терминологии согласные, они созданы именно для того, чтобы через зудение, например, видите, я произношу бы, но кончиками губ, то есть через дребезжание, резонировать со своим телом тонким и, соответственно, вызывать определённые реакции в организме. Но если я этот звук направляю под определённым углом на предмет и знаю, например, под каким расстоянием это делать, там, по каким мерам это сделать, то этот предмет можно разрушить. Поэтому система перевела часть гласных в согласные и сказала, что их пропивать нельзя. То есть в нашей традиции вообще сейчас согласные не пропиваются. То есть это сделано специально для того, чтобы мы забыли своё великое прошлое и не знали о том, что такие звуки, они в первую очередь влияют на нас, помогают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова